В 2023 году многие из звезд российского шоу-бизнеса оказались замешаны в скандалах. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, что произошло в российской индустрии шоу-бизнеса сегодня. Украинская певица боится выступать на российских сценах, но готова сделать исключение для Казахстана. Светлана Лобода, несмотря на то, что заказов на новогоднее выступление у нее не то чтобы огромное количество, увеличить их не может, поскольку ограничена в выборе площадки для концертов. В России украинские законы запрещают певице выступать. Поэтому для российского зрителя она может спеть, но при соблюдении нескольких условий. Во-первых, договор необходимо заключать с юридическим лицом из Казахстана. Во-вторых, российская компания, для которой организовывается концерт, должна быть свободна от европейских санкций, помощники певицы тщательно это проверят. Среди зрителей тоже не могут находиться люди, числящиеся в санкционном списке Евросоюза. Впрочем, источник из окружения певицы добавил, что проверять паспортные данные на входе в зрительный зал, никто не будет и для самой Светланы не принципиально наличие или отсутствие в зале граждан России. Напомним, после февральских событий прошлого года певица критически высказалась об СВО и покинула Россию, несмотря на то, что свое состояние она заработала именно в нашей стране. Однако досталось ей от украинских поклонников, не простивших ей песен на русском, и показательной доброты к живущим в Польше беженцам. Похоже, что украинская певица решила окончательно порвать все связи с Россией. Весной появилась информация о том, что продается подмосковная резиденция певицы, выставленная на торги, за нескромные 650 миллионов рублей. Далее. Таких денег, как дома, Алексей больше нигде не видел. После волны популярности Алексей Панин громко отрекся от России, которую покинул после начала специальной операции. Ходят слухи, что в Испании актер чувствует себя очень неплохо. Впрочем, Алексей живет далеко не на широкую ногу, выбирал квартиру, пересчитывая оставшиеся деньги. В Москве у него оставалась квартира. В итоге, подгадав нужный момент со скачком евро и доллара, решил ее продать. Как раз кстати, спустя неделю позвонили друзья и сообщили, что дома на него завели уголовное дело. Оставшиеся миллионы от продажи квартиры Панин вложил в испанскую недвижимость. Теперь живет от пассивного дохода. Кое-что, кстати, сохранил со времен своей популярности, а теперь иногда зарабатывает деньги от спектакля «Скамейка». А ведь когда-то актер не знал, куда девать деньги, от сбережения ломился весь дом. В обувной коробке хранил тысячи долларов. Тратился на рестораны, медведей и женщин, в которых влюблялся. А впоследствии осталось только кусать локти. Хотя сам Алексей и не знал, что все сложится таким образом и теперь он сам удивляется, как вдруг решил удариться в политику. «Я всегда боюсь, что денег мало», – вздыхает Алексей. Далее. Екатерина Варнава появилась на мероприятии в одном из концертных комплексов, где проходили соревнования по спортивным бальным танцам. К слову, звезда комедии является, не самым частым гостем в светских мероприятиях. Однако здесь она сразу же привлекла внимание репортеров. Своим появлением Екатерина, развеяла все слухи по поводу своей внешности после пластики, звезда все так же стройна и хороша собой. Общаясь со зрителями, пишут медиа, звезда решила высказаться, по поводу своего бывшего супруга Александра Молочникова. Актриса считает 31-летнего актера неудачником, из-за переезда в Соединенные Штаты. О расставании звездной пары стало известно, осенью прошлого года, в одном из интервью Молочников признался, что свадьба с Екатериной состоялась в марте 2022 года. Александр утверждал, что готовился к переезду в Штаты вместе с Варнавой, там и собирались рожать детей. Однако все завершилось расставанием. Напомним, Варнава после начала СВО выступила с рядом остальных российских селебрити, раскритиковавших специальную операцию. Позднее звезда потеряла работу, в одном из отечественных сериалов, ее имя вычеркнули из списка практически перед самой премьерой. По слухам из-за заявления об СВО в соцсетях, которое позже было удалено. Далее. Новая публикация Аллы Пугачевой, в которой она объясняет, кого назвала рабами и холопами, вызвала резкую критику со стороны соотечественников. И хоть звезда попыталась в какой-то степени объясниться, ее все равно стали критиковать. Не стал молчать и Михаил Шахназаров, который фактически разнес 74-летнюю Примадонну. В своем недавнем заявлении Алла Пугачева решила расставить все точки нады и объяснила, что не считает русский народ холопами и рабами и назвала так только тех, кто желает ей и ее семье зла. Также народная артистка РФ рассказала о том, сколько сделала для страны, которая сегодня ее не понимает, и даже подорвала собственное здоровье. Однако ее словам не поверили патриоты России. Например, Маргарита Симоньян, главный редактор RT, напомнила эмигрантке о тех заработках, которые она имела в РФ, и том влиянии, которое оказывала в российском шоу-бизнесе. А публицист Михаил Шахназаров обвинил артистку, что она уехала из России в трудный для страны момент и стала активно общаться с теми, кто отвернулся от России и поливал ее грязью. Вы уехали из этой страны не тихо. Через некоторое время вы появились на шабаше в Израиле, речь идет о фестивале Слова Нова, обнимались там с людьми, которые искренне ненавидят Россию. На мой взгляд, именно отъезд и нежелание быть с нашим народом, стали ключевыми моментами. Этим вы показали, что есть наш народ, а есть другой. Михаил Шахназаров также отметил, что мнение Пугачевой уже мало кого волнует, учитывая ее многомиллионную армию поклонников. Таким образом, высказывания Аллы Борисовны продолжают вызывать споры и разногласия в обществе. Ее слова оказались неприемлемыми для патриотов и вызвали недоверие к ее позиции и действиям за границей. Далее. Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми застали первые удары Хамас по Израилю. После недавних гастролей, артисты находились вместе и проводили радостные дни. Максим Галкин публично поддержал израильскую сторону, публикуя фотографии своих двойняшек, которые улыбались и веселились в бомбоубежище. Затем семья покинула страну и уехала на Кипр. Новость о начале боевых действий на Ближнем Востоке тяжело пережила подруга семейства, Лайма Вайкули. Во время обстрела страны, она собиралась посетить Израиль и провести время с Пугачевой и Галкиным. Узнав о происходящем, Вайкули немедленно позвонила артистке. Она сильно беспокоилась за своих близких. Однако Алла Борисовна сохраняла положительный настрой и успокоила подругу, сказав, что все в порядке и не стоит волноваться. Первое, что спросила, как дела? А ответ, все в порядке. Все хорошо. Не волнуйся. Вот так. Они были спокойнее, чем я. Потому что вдалеке ты больше себя нагоняешь, внутри люди как-то, наверное, собираются и иначе к этому относятся. Но я вообще паникерша, как правило, меня успокаивают. Говорила она. Лайма Вайкули также высказалась о Роке, который преследует Аллу Пугачеву. Звезда старалась уехать из России, чтобы избежать конфликта, но несмотря на это, проблемы настигли ее и в Израиле. По словам Вайкули, причина в том, что зло продолжает распространяться по миру, а не в тяжелой судьбе Примадонны. Она также упомянула возможное место, куда Пугачева может уехать после пребывания на Кипре. В Австралию надо улетать. Дальняя точка. И то неизвестно, насколько это безопасное место. Подытожила она. Делитесь этим видео с друзьями. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.